Иван Ахлобыстин. 48 лет. Российский актёр, режиссёр, сценарист и драматург, журналист и писатель, активный общественный деятель. За первую же роль в картине «Нога» в 1991-м актёр получил приз на фестивале «Молодость-91». Впоследствии снимался в артхаусных проектах. В качестве режиссёра писал сценарий к фильмам «Мусорщик», «Даунхаус», «Дом солнца». В 2001-м году Иван Ахлобыстин был рукоположен в священнике. Через 8 лет отец Иоанн временно освободился от служения. Сейчас актёр наиболее известен по роли доктора Быкова в сериале «Интерны». Женат, воспитывает шестерых детей. Я всегда придерживался мнения, что человек может всё, в зависимости от того, какие он поставил себе цели. Если он замыкается на себе, и вот только себя любимого реализовать, как правило, ему бытие не даёт ни сил, ни возможностей. Если он идёт чуть дальше, если он себя приносит жертву творчеству, работе, людям, благотворительности, ну, каким-то таким душеспасительным вещам, то ему помогает весь мир. Есть какие-то специфические направления творчества, предположим. Человек не сразу может выбиться. Но, с другой стороны, может быть, после того, как он уже покинет этот мир, его в этом мире только оценят. Так, кстати, сказать чаще всего и случается. И если проследить вот в истории, то большинство гениев, чьими шедеврами мы восхищаемся, чью музыку мы слушаем, на чьи картины мы смотрим, они, как правило, из маленьких городов, из маленьких мест. Это моя характеристика, мне в торжок надо отправить. Ответственные, находчивые, коммуникабельные, ярко выраженные лидерские качества. Так это не твоя характеристика, это характеристика Бэтмена. Здесь только загадочной не хватает и умеет летать. Мир себе я изменил, когда пришел в церковь, и были такие, ну, изменения, явственные изменения. Я стал подстраиваться больше под жизнь окружающих меня верующих людей. Они мне очень нравятся и нравились тогда, и они вдохновили меня. И когда родились дети. То есть я уже чуть-чуть, не то чтобы дистанцировался от себя самого любимого, но я на себя меньше стал обращать внимания. Я больше стал думать о том, ну, об общем. То есть я не был общественно активен, скажем, до рождения детей. А потом, когда дети родились, волей-неволей встает вопрос, что они пойдут в школу учиться, где они будут учиться, что да как. И вот от хозяйственного ряда ты переходишь к глобальным уже каким-то вещам и начинаешь рассуждать на меру своих способностей, конечно, о глобальных вещах. Такая ситуация, на самом деле. Сейчас все тревожатся, что происходит вокруг. Много всяких перипетий политических, экономических. Все пытаются себя как-то определить в окружающем пространстве. Оцарит хаос, и в том числе информационный хаос. И поэтому беспокойство у людей есть, конечно. Ну, улыбаются, по-прежнему улыбаются. Людей исправить нельзя, слава Богу. Бог беспределен, и любовь его беспредельная. Я уверен, что он нас любит. Если бы он нас не любил, мы все бы горели в аду, потому что из нас нет ни одного человека достойного. Ну, вот в таком, в самом высоком понимании. Есть, но они незримо, невидимо, и себя таковыми не считают. Нет, Бог нас любит, это явственно. Можно судить по тому, насколько человек готов принять другого человека, насколько он готов жертвовать собой ради другого человека. Потому что идеал христианина – это уподобиться Христу и в каждом видеть Бога. И поэтому, когда ты начинаешь так относиться, как святые относятся к людям, это происходит такими вспышечками вдоль секунды, но ты чувствуешь себя значительно возвышеннее. А как осознать духовность другого человека, но это надо все-таки какое-то время провести с ним. Потому что поставить свечку, перекреститься, исправно посещать службы – это лишь подготовка к духовности, к духовному образованию или совершенствованию, но не сама духовность. Духовность – это правильное восприятие окружающего, как творение Божьего, и себя, как часть этого творения, в таком единстве. Ну, после трех вообще нет разницы уже хоть там два взвода. А до трех, ну да, обязательства какие-то дополнительные, но и ты энергичнее становишься, ты в себе открываешь массу дополнительных энергий и возможностей. Ты начинаешь активнее жить, ты начинаешь активнее действовать, нет никакой проблемы. Саморегуляция происходит, какая-то естественная саморегуляция. Закон сообщающихся сосудов. Так, тихо. Да, Настюшенька. Привет. А что ты такой ласковый? Да, вот с ребенком целый день сижу и обмяк, видимо. Да, с ребенком сидишь. Ну как там Илюша, что делает? Пациенты оперируют. Прежде всего, значит, детей нужно уважать, их личность. Но не забывать при этом, что быть реалистом, что дети – это просто недоразвитые взрослые. Мало того, сами дети должны понимать, это их смешит. И они это легко принимают к сведению, потому что в будущем все равно же они будут взрослые, соответственно, минуют это. Тогда легче контакт. А уважать их нужно, потому что личность и образоподобие Божие такое, так же, как и ты. И основное правило воспитания, наверное, это все-таки личный пример. Потому что теоретически можно какие-то преподать вещи, но они абстрактные. Пока они не увидят, что это ты делаешь, они не будут сами делать. Они копируют нас. По-хорошему, это, естественно, так заложено природой. Предположим, до смешного может доходить до уровня психологических пикировок. Я иду по лестнице, у меня залипает тапок. Я кричу, кто дома есть? Дусю, я. А она только из института. Встает она очень рано, потом приходит отсыпаться, часа два нужно. Я говорю, Дусю, иди немедленно, надо протереть лестницу. Там вы что-то таскали есть, йогурт или что-то у себя. Помимо того, что надо тарелку себе вынести, чтобы не воняло нигде. Еще и неудобно, если кто-то придет и залипнет тапкой. Она говорит, нет, не могу, я там сплю. Я говорю, Дусю, ну-ка иди, я тебе сейчас уши нарву. Она говорит, папа, я взрослая девушка. Я говорю, Евдокия, ты должна понять, что я тебя все равно заставлю, а если придется, действительно нарву уши. Но в этом есть и позитивный момент. Вот если ты сейчас подчинишься мне, придешь и уберешь это все, то пройдет время, ты станешь сама мамой, и ты будешь тоже давать какие-то поручения своим детям. И в этих поручениях будет заложено, ну, как, не твоя, а то, что ты имеешь право давать эти поручения, потому что ты сама выполняла подобного рода поручения, такая взаимопреемственность, вот, относительно взаимопреемственности. Дети – это наши копии, ну, за, там, комбинацией между родителями, плюс немного окружающего опыта, плюс минимум информации. Я хотел бы их оградить от каких-то разочарований личного порядка, но я не смогу этого сделать, по большому счету, потому что не столкнувшись, не попробую, это всегда же риск, когда встречаются два разных человека, и потом начинают жить, и живут всю жизнь. Это та боль, которую они должны почувствовать сами. Я не смогу передать им опыт этой боли. Я могу в каких-то вещах советовать, но и тоже настаивать-то не имею права. Я часто ходил в деревне через поле, которое было засеяно турнепсом, погружаясь по щиколотку в черную глину, мимо высоковольтных, пробывайте, как вот, станции электропередач. На них сидели тысячи ворон, грозовое низкое небо, как будто по стеклу идущее. Это Малоярославецкий район, под Малоярославцем. И, ну, такой флешбек, короче говоря. Почему-то флешбек часто снится мне. Я был счастлив, как и любой другой ребенок в детстве. И было много ярких картинок, но это очень ярко. Либо это же поле, и бредущий через поле старичок-священник к кладбищу, где церковь стояла на кладбище. У нас школа стояла просто посреди поля. Она была старинная, дореволюционная, для трех классов отстроенная, видимо. И там начальные классы учились. А через поле находился еще уже лес, там кладбище, поселок, церковь на кладбище. Советские времена. Душа болит за детей. Я бы хотел, чтобы они нашли и встретили личное счастье. Чтобы их не волтузило по жизни. Чтобы они миновали какие-то такие ошибки, которые могут их погубить. Чтобы они выросли порядочными людьми. Пусть ошибаются, пусть заблуждаются, пусть будут бедными, или какими угодно пусть будут. Но они должны быть порядочные люди. Все. Порядочность – это красота. Чем обязан? Обязан? Еще как обязан. Помнишь, ты у меня на кремацию мамы денег занимал? А мама-то жива? Вот я и пришел тебя поздравить и денежки свои вернуть. Мне очень нравятся белорусы, потому что я вообще считаю, что это на нация эльфов. Для меня такой эталон. Я очень люблю русский народ. У нас очень хорошие люди. Москву не берем, потому что там вообще непонятно, народ или андроиды, что-то посередине. Я сам такой становлюсь, когда границу пересекаем Када. Как только выезжаешь за Москву, ты тоже встречаешься с чистыми глазами. Даже если человек заблуждается, даже если он не придерживается твоей точки зрения, все равно это чистая душа, с которой можно общаться. А поскольку я редко бываю в Беларуси, мне везет все время. Может быть, я не сталкивался никогда. У меня всегда позитивный пример. Я очарован людьми. Это началось с первой поездки. Я приехал с ребятами-журналистами, разговариваю. Мне барышня задает из оппозиционной какой-то газеты вопрос. Она задает вопрос оппозиционный. Она меня критикует. Но она сама, как личность, она меня понимает и принимает. Даже казалось бы, что идеологический не противник, а диспутант. Но все равно по-человечески. Уже не говоря об остальных людях. С кем не сталкивался, всегда такое обаяние. Уезжаешь по-дурацки, как Юрий Деточкин. Помните, его вывезли на концерт, он с цветами. После спектакля едет и улыбается. А его в те два мента везут. Вот я так уезжаю из Беларуси все время. Больше меня счастливым делает счастье все-таки других. Это не общие слова. Потому что я не могу, собственно, счастье уже, будучи взрослым, матерым, грубым довольно человеком, как-то оценить по достоинству. Это хорошо, это плохо. И вот на уровне таких средних определений существую. А когда ты человеку что-то не сделаешь хорошее, или человек дожидался, кто-то дожидался, что у него родится сын или дочь, или ребенок просто. Кто-то ожидал, что ему подарят что-то на день рождения. Кто-то всю жизнь копил на машину и купил. И ты волей-неволей за него радуешься, потому что это как энергия. Это как потоки теплой, холодной воды, сменяющейся до мурашек, когда люди радуются. Это очень клево. Я хотел бы сделать всех людей счастливыми. Я понимаю, что это невозможно, потому что некоторые люди просто счастливы от того, что они счастливы. Есть такой тип людей, которым нравится плакать. Но слава богу, что 99,9% все-таки счастливы, когда счастливо смеются. Спасибо. Смеяться вам всю жизнь. Спасибо. Спасибо вам.